доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро до весеннее весеннее уже началось такое утро и правда погода везде разная но весна такая весна значит такая весна часто даже в израиле сейчас сегодня обещают дождь бурю снег любители не любители помните на всех пугали похолодания потеплением потеплением но где они где эти люди все где потепление ответьте мне где всемирное потепление хочу чтобы стало тепло значит мы еще раз видим из погоды и то что мы сейчас изучаем и дела тестер свиток стр мы видим что предсказания предсказания они просто предсказания значит те кто учили те кто учили с нами экклезиаст помнят в экклезиасте одна из любимых у меня таких вот идей в экклезиасте вот одна из самых любимых то что мне запомнилось и чем я чем я пользуюсь вот ежедневно там царь соломон говорит мудреж из людей он говорит если скажет тебе кто-то кто знает что он знает будущее ты его спроси что у него сейчас за спиной находится как он должен будет у тебя поинтересоваться он не видит что у него за спиной то есть вот проверяйте любых ясновидцев они вам рассказывают да с тобой будет так то будет кризис будет не кризис будет подъем будет спад его спроси слушай дружище скажи что у тебя в 100 метрах за спиной вот час в данный момент в 100 метрах кто там у тебя сейчас идет ну скажешь но я же не знаю как я могу знать что у меня за спиной понятно да хорошо а сейчас мы изучаем историю которая произошла две с половиной тысячи лет назад для чего для того чтобы понять какие духовные законы действуют в этом мире то есть духовные законы остались закон всемирного тяготения законы законы и там физики разные да все есть от сотворения мира бог сотворил мир как механизм этот механизм действует работает и мы изучаем законы по которым работает этот механизм этот мир в духовном плане. Сейчас мы изучаем Медилат Эстер, свиток Эстер, который рассказывает о событиях, произошедших 2400 лет назад на территории современного Ирана. То есть, главный герой этой книги есть в Иране и их могилы. Они похоронены в Иране. И я вот, например, очень сильно надеюсь поехать когда-нибудь, если Бог даст, поехать посмотреть, помолиться на могилах Мордыхая, Эстер. Там же есть могила пророка Даниэля. Кстати, вы знаете, в Иране есть могила. Это для них святое место пророка Даниэля. Хорошо. Значит, краткое содержание первых четырех глав. Ахашвирош, император, как Сталин, поднялся, захватил власть в империи 127 стран. Собрал пир и женился на дочке предыдущего императора Навохадныцара, который разрушил первый храм по имени Вашти. Вашти проявила к нему неуважение, так как он был диктатор, который хотел единоличную, такую неограниченную власть. Он приказал ее убить, повесить. По совету одного из своих советников. Этот советник был такой, самый резкий такой, да, он говорит, повесить ее, чтобы всем неповадно было. Повесили Вашти. Потом царь Ахашвирош говорит, а дальше что? А дальше, говорит этот советник по имени Аман, давай конкурс красоты, найдем тебе новую невесту, которую полюбишь. Каждый день новая девушка. Ахашвирош влюбляется в Эстер. Девушку, которую забрали на улице, сирота из еврейского дома, воспитанница своего дяди Мордыхая, и которой они из рода царя Шауля. Они были угнаны в Вавилон, в Вавилон они были угнаны Навохадныцаром. Эстер становится царицей, а Аман становится советник номер один у царя, премьер-министр. Неограниченная власть, все ему поклоняются, но единственный, кто ему не поклоняется, Мордыхая. Он сидит у ворот дворца, все падают ниц, Мордыхая не падает ниц, не поклоняется этому Аману, потому что Аман был идолопоклонник, у него идолы были везде. Значит, Аман задумывает уничтожить весь и врести народ, потому что Мордыхай сказал, что причина того, что он не поклоняется, это то, что он иудий. Значит, а раз он иудий, значит, решил Аман уничтожить весь и врести народ. И он царю рассказывает, что есть такой народ, он ничего не соблюдает, царя не слушается, законы не соблюдает, давай его перевоспитаем, он не сказал уничтожим. Царь говорит, давай перевоспитывай. А что сделал Аман? Аман кидал жребий и назначил уничтожение народа на 13 число месяца Адар. И разослал письма. Мордехай об этом узнал. И Мордехай, когда об этом узнал, он поднял огромное-огромное общественное волнение. Он ходил по городу в миште, в рубище в таком. Он кричал, как же так? И он говорит, Эстер, вот, говорит, зачем тебя поднял Бог на царскую власть. А до этого Эстер не говорила, из какого она народа. Она не говорила, что она еврейка. Почему? Потому что она хотела уйти из дворца. И была надежда, пока она не скажет, что она из царского рода, просто сирота с улицы. Была надежда, что она царю надоест или как-то, в общем, была надежда ей уйти из дворца. Она не хотела выходить за него замуж. Теперь, поэтому она не говорила, кто она. Но тут Мордехай ей говорит, Эстер говорит, все, для этого момента тебя Бог посадил на вот этот вот трон. Возможность у тебя есть, иди к царю. И она говорит, а как же я к нему пойду? 30 дней он меня не звал. Он в паранойи, в депрессии. А закон такой, что если я зайду, всякий, кто заходит во дворец, значит, если царь его не приглашал, если он на него не покажет своим вот этим вот посохом, значит, то что его убивают? А она говорит, как же я пойду? Меня же убьют. Мордехай ей говорит, смотри, тебя Бог поднял чудом на такую должность. Значит, у него была такая задумка. У тебя есть возможность. Если ты ее сейчас не используешь, значит, пропадешь ты. Еврейский народ не пропадет. Придет спасение из другого места, а ты погибнешь. Она говорит, хорошо, значит, давай тогда так. Паститесь за меня три дня. Я буду поститься три дня. И через три дня я иду к царю. И вот мы дошли до пятой главы. Пятая глава начинается с того, что, давайте посмотрим. Значит, пятая глава. Сейчас я читаю пятую главу полностью, а потом мы ее разбираем. Разбираем, какие там есть духовные законы. Значит, пятая глава начинается с того, что и было. На третий день, то есть три дня она постилась, три дня постились, молились за нее. На третий день я одела Эстер царскую одежду и зашла она во двор дома царя, во внутренний двор. И оказалось, что царь сидит на троне и, значит, как раз он смотрит на вход во дворец. Это было очень такое, знаете как, имя Всевышнего, имя Бога в свитке Эстер не упоминается ни разу. Нигде не написано. Знаете, это Тора, хотя это Тора, эта книга входит в христианскую Библию тоже. Но ни разу не написано. Бог сказал, Бог сделал и так далее. Ни одного раза нет упоминания о Боге в этом свитке. Но мы видим, что как Бог, он за каждым кадром есть вот этот режиссер, который все режиссирует. И так, значит, она заходит во дворец, сидит царь на троне и смотрит в сторону входа. И когда увидел царь Эстер, царицу, она стоит во дворе, да, в этом, она очень, у него пробудилась милость в его глазах. У человека все время внутри меняются эмоциональные состояния. Вот ему плохо и он хочет, чтобы было хорошо, потом бах, ему хорошо. И вот как раз он на нее посмотрел, ему стало хорошо. То есть, хен это приятность. И он протянул свой вот этот вот стипетр, да, такая у него была, палка такая в руке, да, он протянул в сторону Эстер золотой свой этот стипетр. И она к нему приблизилась. Приблизилась она к нему и дотронулась до этого стипетра. И сказал ей царь, что тебе, Эстер, царица, что тебе здесь нужно, он ей говорит. Что это? Ма, вот прям так написано, да, Малах Эстера Малкаш, что тебе, Эстер, царица? Ума Бакашатех, какая у тебя просьба? Отхать си Малху твои на Тенлах, до половины царства дам тебе. Это, видите, теперь откуда идут все сказки, полцарства дам, царь полцарства дам. Это все как раз из свитка Эстер, вот этот вот речевой оборот, он ей говорит, до полцарства дам тебе. Такой это персидский царь. Надо понимать, что это место Иран, Персия. Такой вот он похож на азербайджанца был. Это Тахашвирош такой, как азербайджанец. И сказала Эстер, и тут Эстер ему говорит, если говорит она царю это хорошо, только она говорит, если царю это хорошо, пусть придет царь и Аман, вот этот вот злодей Аман, который всю эту историю придумал, который написал письма, чтобы всех евреев уничтожить. То есть, такой главный антиеврейский, вот этот вот Аман, ненавистник евреев. Значит, и тут она говорит царю, пусть придет царь и Аман, вот этот вот сегодня на пир, который я сделаю ему. Неожиданный поворот. То есть, царь ей говорит, проси, что хочешь. Ну, понятно, что она пришла что-то просить. Она говорит, приходите вдвоем на пир. Значит, и сказал царь, а ну-ка позовите быстро этого Амана, и пускай он сделает, как приказала Эстер. И он тоже был, знаете, вот эти вот все цари, все люди на власти, политики, они такие продуманные. Они продуманные, то есть, так как они борются за власть, они очень продуманные. И царь, он как сказал, он думает, хорошо, вообще странная история, почему она пригласила Амана. Но он решил так повернуть, ведь от того, как ты скажешь, зависит очень много, зависит понимание. И царь сказал, говорит, а ну-ка позовите Амана, и пусть идет, приказала Эстер прийти. И, значит, вот так он сказал ей, значит, хорошо. И сказал царь Эстер, когда они пили, бомиште яйн, они выпили на этом пиру, пришли они на этот пир, выпили на пиру. Маша Аллатех, он говорит, давай уже говори, что ты хочешь, что, какая у тебя просьба. Он говорит, дам, какая просьба твоя, я тебе дам до полцарства, проси, давай, твой звездный час пробил. Значит, Ветан Эстер, и тогда ответила ему Эстер, и сказала, есть у меня к тебе просьба. Если я нашла милость в твоих глазах, в глазах царя, если я нашла милость, если царю будет прямо добро от того, чтобы выполнить мою просьбу, и сделать то, что вот я прошу у него, пускай придет царь Иаман на пир, который сделаю для вас завтра. И тогда я скажу, что мне нужно. Такая вот была Эстер, представляете, Эстер, Персия, 2400 лет назад. Ситуация. Девятый отрывок пятой главы. И вышел Аман в этот день с Амэх в это влево. Он вышел веселый, и было у него хорошо на сердце. То есть, здесь интересно, я сразу скажу, что объясняют мудрецы. Это был первый день за всю историю Амана, когда он радовался. То есть, до этого он был все время, он дальше, дальше, больше. Все, что у него было, его не устраивало, и он лез на вершину власти. И тут он залез на вершину власти. То есть, царем он быть не может. Но он дошел до номер два за царем. И царица его зовет вместе с царем, зовет его на пир. То есть, он прямо вообще был в полном кайфе. Вышел он в полном радость на сердце, и хорошо у него на сердце. И тут он видит Аман Мордыхая в воротах царя. И Мордыхай в элокам в элоза. Сидит Мордыхай в воротах царя. И не встал. Все падают перед Аманом. Был приказ падать перед ним вот так на землю, ниц, прям вот так лбом в пол. И сидит там Мордыхай такой. И он не встал. И даже не двинулся. Сидит, смотрит на него вот так. Че тебе надо? Так на него смотрит. Значит, в Эймале Аман Аль Мордыхай Хема. И наполнился Аман яростью на Мордыхая. То есть, у него прямо, просто у него внутри взрыв радости. В Итапек он сдержался, Аман, и пришел к себе домой. В Ишлах, Вайвей Таавав, и послал он у себя из дома позвать всех своих друзей и позвать жену свою. Зереш звали его жену. Собрал он их всех у себя дома. И начал им рассказывать Аман Кводашро о своем богатстве. Знаете, когда-то в Киеве, когда прежний президент, позапрошлый президент Янукович, он убежал, улетел на вертолете. И потом водили экскурсии в его доме в Межигоре. Там просто дворец, золотые унитазы, там вообще все. А потом показывали по телевизору. Главный прокурор был Украиной, значит. И у него были в доме вот просто картины. Он в виде Наполеона, статуя. Он в виде Александра Матидонского, статуя. Все вообще. Вот люди просто сходили с ума от вот этого количества дурных, пустых денег, взятых, которые им заносили. Просто миллиарды украденных долларов. Они не знали, куда их девать. И вот, значит, здесь собрал Аман. Собрал Аман всех своих ближних и жену. И написано, Вейсаперлэм, и начал им рассказывать о почете своего богатства. И показывать, сколько у него сыновей. И как его поднял, возвеличил царь. И как он поднялся над всеми другими министрами, над всеми другими этими рабами царя. Он начал все это им рассказывать. И в конце он им говорит, твоем Араман. И подумайте, он говорит, подумайте, что никого не пригласила царица, вообще никого из министров, никого, значит, с царем на пир, который сделала, а только меня. И завтра тоже она меня позвала вместе с царем. Он говорит, представьте. И вот эта ключевая фраза, вообще для меня ключевая фраза шестой главы, пятой главы, вот то, что мы сейчас заканчиваем. Веколь зей нэна шавэли. Он говорит, и все это, то, что я вам рассказал, это все для меня ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Беколь эт в то время, пока я вижу вот этого мордыхая айуди, вот этого мордыхая еврея, который сидит в воротах царя. То есть этим показывается психология, да, психология злодеев, да, то есть у него все хорошо. Все у него хорошо. Нет, Аман был, вот спрашивают, он был евреем, Аман был амалек, наоборот, он был антиеврей. То есть есть народ евреи, иудим, который народ священников, которые должны служить Богу. Есть народ антипод, все в этом мире день-ночь, день-ночь. Есть народ антипод, которые жестокие убийцы, которые только для них, вот материальность этот мир, такие грабители-убийцы. Этот народ амалек называется. И у еврейского народа война с амалеком во всех поколениях. От начала, когда евреи вышли из Едипта, первые, кто на них напали, сразу были амалеки. И вот этот Аман был потомок из народа амалек. То есть они такие убийцы-маньяки. И теперь, значит, и сказал этот Аман всем, он говорит мне, все не в радость. Вот все, что я вам рассказал, у меня есть все, деньги, сыновья, слава, признание, власть, все мне не в радость. Вот прям такая фраза. Все это, что я вам рассказал, это мне вообще ничего, но для меня не стоит, пока я вижу этого еврея-мурдыхая, который сидит в воротах. И сказала ему Зерешишто, сказала ему его жена, советница, жена, в Торе все идет по парам, обычно есть всегда человек, есть у него рядом женщина, которая ему советует. Вот у него была Зерешишто. И сказали ему все его уава, все его друзья, то есть даже у злодея есть друзья. Яосоец, сделайте дерево высокое, 50 локтей, то есть примерно 25 метров, сделайте дерево. И утром скажите царю и повесьте на этом дереве мордыхая. Значит, и придет тогда, и тогда пойдешь ты вместе с царем на пир кестер, самех, ваитавадавар, а, самех. И тогда ты пойдешь на пир, уже вечером на пир, пойдешь веселый. Утром иди к царю, сейчас построй виселицу. Утром иди к царю. С царем договорить, чтобы, значит, повесить мордыхая. И, значит, пойдешь вечером веселый на пир. Ваитавадаварлифне Аман ваясоец. И понравилось то, что они сказали Аману, и он сделал вот это дерево. Сделал он это дерево, и на этом заканчивается пятая глава. Интересно, что я как раз, когда ее изучал, я вспомнил такую вещь, вот удивительную вещь. В Иране до сих пор, вот прям конкретно, в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году, каждый год вешают, именно вешают от 500 до 1000 человек. У них до сих пор сохранилась эта казнь. Вот насколько все переходит, да. Аман, например, он был поколение, там, после Амалека, почти 1000 лет прошло, 800 лет после выхода из Едипта. Значит, и он был потомок Амалек, у него была генетическая ненависть к евреям, как, например, у того же Дитлера. То есть, Амалек же, он сохранился. То есть, и у него была вот эта вот такая ненависть к евреям, что он готов был весь народ уничтожить. Мордыха это был только спусковой крючок. Но у него была ненависть, представьте, маньяк-убийца убивает, там, 30 человек. Все говорят, как он мог, 30 человек. А Аман хотел убить целый народ, да, сотни тысяч людей. Теперь, значит, он был маньяк, это у него было внутри. Теперь Мордыхай был как тридер, спусковой крючок. Теперь, ну, до сегодняшнего дня в Иране, да, я прямо конкретно погуглил, можете, казни в Иране набрать в Википедии. От 500 до 1000 человек именно вешают. Они любят людей до сих пор, публичные казни. Только сейчас не строят виселицы, они делают вот эти краны подъемные. И на кранах они вешают людей, причем вешают за очень разные преступления. Там, они вешают, например, гомосексуалистов они вешают. Они вешают за проституцию, за порнографию. Они вешают за, ну, там разные. То есть, почитайте статью в Итипедии, да. От 500 до 1000 человек. И никто не говорит, что Иран какая-то страшная страна. То есть, как-то, да, нормально. А вот интересно, почему каждый год в ООН есть десятки резолюций, осуждающих Израиль? Хотя здесь, ну, в принципе, самая демократическая страна на Востоке и так далее. А Иран, который вешают от 500 до 1000 человек в год, он не осуждает. Как-то очень странно, да. Вот если задуматься, как устроен наш мир и почему мир до сих пор спокойно смотрит, везде запрещены смертные казни. В Иране вешают и все нормально. В Иране вешают, потому что там живут как раз потомки вот этого Амана. Потомки Амана, которые за внешней красивой такой вот личиной, они скрывают свою сущность. Теперь, значит, мы, давайте, одна идея, которая вот есть такая глубокая, психологическая в этой истории, задают вопрос. Задают очень вопрос мудрецы. Значит, на что рассчитывала Эстер, когда приглашала Амана вместе с царем два раза к себе на пир? Какие у нее были, какие у нее были, значит, замыслы и расчеты? Задает вопрос в Талмуде, задается этот вопрос. И мудрецы эпохи Талмуда, они высказывают предположение, почему Эстер не пошла сразу к царю, вот она пришла. И царь говорит, я тебе дам до полцарства. До полцарства я тебе дам. Ну, проси сразу, скажи, так и так, есть злодей, он совершенно безвинно обвиняет народ, который ничего не делал, хочет уничтожить, разослал от твоего имени письма. Все, спаси народ, я еврейка, ты же меня любишь. Все. Теперь она вместо этого, она говорит, приходите вечером на пир. Второй раз, приходите вечером на пир. Завтра уже. И завтра я скажу. Теперь мудрецы высказывают там девять разных предположений, такие схемы, очень интересные схемы. Потом написано в Талмуде так, что один из мудрецов встретил Ильяу Анови. Ильяу Анови это пророк Ильяу, который находится между духовным и материальным миром. Он и здесь, он воплощается, и там он в духовном мире, то есть он и там и здесь. И как-то один из мудрецов встретил Ильяу Анови и говорит, слушай, не могу, говорит. Вот я просто Медиладестер изучаю, Талмуд изучаю, предположение есть, почему она позвала их на пир. О чем она думала? Кто из мудрецов прав, высказывая свои предположения? И написано в Талмуде Ильяу Анови отвечает. Вот вы уже, да, эпоха Талмуда это была 1500 лет назад. 1500 лет назад в Вавилоне закончили записывать Талмуд. Получается, что где-то 2000 лет назад начали его записывать только Талмуд, да? Так он им отвечает Илья Анови. Вот вы умные люди, да, в трактате Медила, вы умные люди здесь, значит, предполагаете. А Эстер была пророчица, Эстер была пророк. То есть она была по уровню духовности, по уровню близости к Богу, она была намного выше, чем вы. Поэтому все, что вы для себя предполагали, было в ее голове. То есть мудрость, великая мудрость, она не от прочитанных книг. Великая мудрость от близости к Богу. И это ответил Илья Анови. Эстер была намного мудрее, чем вы. И когда человек находится в состоянии вот такого вот просветленного осознания, и он действительно близок к Богу, ему совершенно по-другому у него голова работает. Эстер, она думала обо всем. Завтра мы изучим шестую главу, изучим шестую главу, узнаем, как дальше разворачивалась история. Как раз шестая глава, она про пир. Но я могу сказать, значит, я изучаю с таким комментатором, Медилу Малбим его зовут. Малбим сказал одну очень интересную вещь. Одну только скажу вещь. Мы учили когда-то в Мишле, в притчах царя Солмона, что есть такой закон, который называется Лифней Шевер Гаон. Значит, перед крушением, перед крушением есть вознесение. То есть жизнь, она идет колесом, знаете, идет как колесо, и человек поднимается, 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 потом опускается. Теперь Эстер, одно из предположений, она же знала этот духовный закон. Аман ему везло, то есть у него было очень ему везло, и он поднимался, поднимался, поднимался очень быстро и высоко. И она решила спалить всю его остаток, его вот этой вот успеха, да, удачи, тем, что она его подняла на самую высшую точку. И он реально в этот момент впервые, он себя ощутил на самом верху, дальше некуда. И когда она спалила его вот эту вот, то есть все, я достиг, я выше всех, я самый крутой, в этот момент, когда человек так думает, что он самый крутой, начинается его спуск. Перед сокрушением самое высшее поднятие. И в тот момент, когда она хотела его вот этими двумя разами, это было одно из ее предположений, поднять на самую вершину, самую-самую. Он сказал, вау, все, я царь мира. И в этот момент он начал падать. Все, завтра мы продолжим изучать, что было дальше. И я с Божьей помощью завтра расскажу остальные предположения, остальные ее планы, которые были в ее прекрасной, красивой голове. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Полного служения Богу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok